С Новым Годом! Эту фразу чаще всего повторяли на аллее по проспекту Комсомольскому вечером 10 декабря. Именно здесь был назначен сбор всех Дедов Морозов города, Снегурочек и прочих сказочных персонажей. Говорят, что к этому дню они готовились весь предыдущий год. Целый год я готовился, внученька, долго и упорно готовился-то. Как все готовились? Будем веселиться, стихи читать, песни петь? Ой, много я стихов помню. Все перемешалось. Да, пока шел-шел-упал и все перемешалось. Вместе со сказочными персонажами на парад пришли и дети. Говорят, они уже давно ждут главного праздника сезона. А мы уже купили елку. Уже готовитесь? Угу. У тебя елочка уже горит дома? Да. Хорошо. А подарочки там уже есть? Еще нет, ждем, да? Да. В 18.30 колонна зимних волшебников двинулась по городским улицам. Можно было насчитать несколько сотен сказочных персонажей. Для их спокойного шествия понадобилось перекрыть движение на центральной площади. Однако водители весьма лояльно отнеслись к праздничному параду. Главные торжества позднее развернулись уже возле главной сцены городского парка «Культура и отдыха». Ведущие вместе со своими помощниками веселили собравшихся горожан. Их было невероятно много. Только по примерным подсчетам одновременно в парке находилось около пяти тысяч горожан. Раз, два, три, елочка, горьи! Ура! Ура! У нас получилось! Главным поводом для сбора стал запуск пиксельной елки. Ее доставили и собрали в нашем городе белорусские специалисты. Стоимость современной красавицы составила 7 миллионов рублей. Такой дорогой подарок нефтекамцам сделала республика. Главные особенности новой елки – это обилие огней и наличие светодиодной ленты. Запустить все это удалось после традиционного новогоднего заклинания зрителей. Новая елка – это лишь первая часть новогоднего преображения города. Об этом во время своего выступления рассказал глава администрации Артмир Мавлеев. Помимо того, что у нас замечательная ель в этом году, новая, пиксельная, у нас планируется замечательное новогоднее оформление самого города. Преобразится улица Юбилейная, улица Комсомольская, улица Ленина. Все улицы города будут сверкать новыми красками. Новые иллюминации появятся в городе. Отметим, что погода внесла свои коррективы в благоустройство новогоднего городка. Плюсовые температуры пока не позволили мастерам развернуться по полной, поэтому открытие ледового городка перенесли на 20 декабря. Ожидается, что к этому времени все конструкции в парке получат свои финальные очертания. Лариса Миронова, Валерий Зазулин. Информационная программа. Время новостей.